Уминэко нанаку корони! Эпизод номер 126 для ютуба, я всех приветствую. Мы продолжаем проходить визуальную новеллу, когда плащут чайки. И продолжаем разгадывать загадку с дверью и песном. Здесь для Эрики не было места, так я забыла. А, нет, все нормально. Если она будет довольствоваться этим, ей в прямом смысле будет некуда пойти, и ее погребут в вечном забвении. Эрика с отвращением терпелась, и сходом смотря в шпину госпожи, игнорирующей ее. Ажав кулаки, она отчаянно думала, как прорваться. Я детектив Фуруда Эрика, фигура двойника слуга Великой Леди Бернхонстель. Я обязательно оправдаю ее ожидания, оправдаю обязательно, обязательно. Уши, Роме, Баттер, как-то посмел так меня унизить. Она стояла во мраке, игнорируемая ведьмами. Словно ее выставили в коридор. А, черт, надо было доиграть. Буквально совсем маленький кусочек был. Из-за преступления ранним утром мы совершенно забыли о завтраке. Сейчас было время нашего первого приема пищи сзади, но его никак нельзя было назвать завтраком. Даже превосходный обед года, который вроде как со вчерашнего дня был весь в работе, не приносил комфорта. Несколько пустых мест тихо обременяли нас мучительной печалью. В разгар этой трапезы, похожей на бессмысленное бдение, Эрика неожиданно встала. Все сзади расточились на ней, смотря в чем дело. Ее выражение было на грани между облегчением и безумием, как будто она сделала инновационное и странное открытие. С уродным выражением и холодным потом на лице Эрика бросила взгляд на Баттлера. Хочешь сказать, что он быстро просто съехал по лестнице? А, ну по сути тоже съехать, да, только не по лестнице, а по трубке. В Нижнем мире, в Нижнем мире, Эрика. Какая разница, спуститься-то возможно Ааа Она до сих пор обращается наверх Да, это выглядит как будто она с ума сошла Для людей обычного мира Даже для Баттлера Когда Баттлер выбрался во внутренний двор Через окно Он действительно спустился под востоку Как Эрика и сказала Его рука соскользнула на полпути И он упал за значительной высотой Но все же сумел приземлиться на ноге Никто этого не видел Но скорее всего все в столовой За исключением Эрики Поняли, что примерно так все и были А-а-а-а Ты все даже понял Ну типа откуда мы-то знали вообще про водосток Там разу писалось про то Если даже писалось, то как-то это было супер невзначай У нас же нет аниме Чтобы разглядеть все И даже я манге Никто с самого начала не верил, что он выпрыгнул из окна третьего этажа Даже если не был непосредственным свидетелем Поэтому никто понятия не имел, на что Эрика вдруг стала жаловаться И все зашептались, глядя на нее холодно и сомнительно Как раз сумасшедшую Ну возможно, но все-таки Ну вообще-то Кила Как бы я смешно изучал, но иногда люди Куда более странные штуки могут совершить Держи в курсе Смотря куда-то за потолок Эрика развела руки и закричала И тогда, будто в ответ где-то очень близко прогремела мощная молния Невероятный грохот Они даже заметили, как затесла земля Одновременно с этим звуком Эрика рухнула на место Как марионетка, все нити, которые только что перерезали Зевс Затем, когда комната снова начала окутывать шум ветра и дождя Она медленно открыла глаза, словно оправившись от приступа головокружения Эээээ Ее что, обновили? Типа, одна сломалась В другую, пертащите другую У нас Эрика сломалась А потом продолжил молча есть, как ни в чем не бывало Как будто все это время вела себя нормально Разве не Эрика только что неожиданно встала и прокричала кому-то нечто странное Эрика продолжала молча есть Ее самое мгновенное поведение заставило всех сомневаться в ранее увиденном По ее невозмутимому виду все пришли к выводу, что окончательно вымоталась И что им просто померещилось, как Эрика вдруг закричала Ее внезапное изменение несколько секунд назад посчитали видением И оно исчезло из их памяти Эрика спокойно тыкающая вилкой в салат пробормотала так, что никто не слышал Спасибо за субтитры Алексею! Это ты тупая что ли? Это наоборот, блин, прогресс человечества Нет, это днище Примитивное Хотя я сам, например, японскую еду предпочитаю, есть палочками И на самом деле довольно удобно, потому что сделана еда специально То есть еще специально делалась под палочкой, сможешь так выразиться На субтитры Алексею, Юрий, Герой, 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 Герой В нас в 3.30 역匹я Крепса Преступление, а мы решили... Блин, я думал, что доделают загадку со стуком. Чтобы выкурить убийцу первых сумерек, Эрика допрашивала всех, проверяя их алиби и доказательства. Для их подтверждения она обошла с ними особняк. Мы при необходимости несколько раз подождем в гостевой домах. Ра-ра... Ладно, кофе. Ее выносливость поражала. Хоть она не званая гостья, никому уже давно не казалось странным ее подражание детективу. Ее, странно. Ну давай, ответь Насчет канонные письма, да? Субтитры сделал DimaTorzok 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 красный. И все же Роновин был прав. Вергилия всегда в первую очередь думает о Беатриче. Когда эти трупы, которые она с таким трудом вскрыла, подтвердили красным, на ее лице появилась слегка недовольная гримаса. Ну, Батлер в любом случае завалился, когда спать, он даже взгляда не бросал на других нормального. Типа, это же не блокирует то, что они могли быть уже мертвы на тот момент. А потом, в следующий взгляд, уже Батлера, когда он проснулся, он уже бросил под лампой взгляд. И Бу увидел, что они мертвы. Но в конце концов, ГААП вспомнил, что она всего лишь гости и пожаловала плечами. Ну, она ее наставница, да. Ой. Хм. Ну, потому что ей сказали по телефону сидеть в комнате и не вылезать. А с малых не подтверждали. Что? Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 DimaTorzok 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 А и такой авитор Чтоб нет А нет Я, видимо, неправильно произносил Давай, Госик, спокойной ночи При этом стандарт В отличие от Евы Она не могла похвастаться умением быстро избавиться от хулигана Сейчас у нее не было реалистичного шанса бросить злоумышленнику вызов и победить Она подготовилась и медленно открыла дверь Ей нельзя было просто стоять в коридоре, рискуя быть замеченной Атмосфера в гостевой комнате была ледяной И она не чувствовала никаких признаков присутствия человека, не терпеливо ожидающего ее Был слышен только тревожный шум ветра и дождя Сначала она посчитала за доказательством, что там нет никого, кто бы стал угрожать ей Но вскоре ей только больше стало не по себе Шкаф стоял в нескольких шагах от двери Внутри висели вешалки для пальто Шкаф, в котором ничего не висело, был настолько большим, что там мог бы спрятаться даже взрослый Блин, сейчас шкафу ждать на самом деле супер долго, скучно и неинтересно Она тихо открыла его Разумеется, внутри ничего не было Ей придется молча прятаться там час Помните, был деревянный пол, а в шкафу лежало некое подобие коврика По-видимому, сидеть там вполне возможно Но хотя бы сидеть Она была уверена, что в этой комнате ее кто-то ждет Или что в шкафу окажется странное письмо Ей даже казалось, что в худшем случае там может быть труп ее мужа Однако, ничто из того, что она воображала, не сбылось Вокруг были лишь холодная гостевая комната и безжалостный шкаф, молча призывающий ее войти внутрь Нацхи пожала плечами, развернулась, заперла дверь гостевой комнаты и повесила цепочку Да, цепочка же Это несомненно полная победа в прятках с тем загадочным человеком Но настолько легкая, что становится не по себе Обычно такое против правил игры в прятки Даже если она победила, преступник может разозлиться И сейчас все думают, что она вернула свою комнату Если они найдут комнату, запертую на цепочку Она станет в их глазах невозможным закрытым помещением Эрика носилась по всему сомненьку, чтобы подтвердить алиби Она наверняка поднимет шум, если увидеть комнату, запертую на цепочке И все закончится разрывом цепочки и обыском помещения Тогда Нацки сразу же обнаружат в шкафу Как тебе, Нацки, как персонаж, кстати? Ну, не явно не мой любимый Но я отношусь к ней вполне хорошо Особенно вот после, опять же, там, этого эпизода Будет легко честно признаться, почему она там пряталась Но тот человек настаивал наобратно Если она расскажет, то поставит под угрозу ее мужа В каком случае цепочка? Нет, даже просто забереть дверь может быть плохой идеей Верно Эта комната не была заперта, когда я пришла сюда Если ее неожиданно запрут, то не может обратить на это внимание Блин, а как ты выберешься, если ты ее запрут случайно? Ну, ладно Лучше не делать ничего лишнего Этот человек сказал мне только спрятаться Обидно, но я не могу ослушаться Я сняла два драгоценных замка Сошла в слабо освещенный шкаф, опутанный запахом старой древесины И сумела закрыть дверцу изнутри Как темно Я вспомнил, как в детстве пряталась и потом удивляла маму Но одно это мирное воспоминание не смогло убить мою тревогу Тут и вправду кромешная тьма Здесь я даже не смогу проверить время и посмотреть, прошел ли час Наверное, придет со временем открывать щелочку, чтобы на мои часы падало достаточно света А пока сяду сюда Я подумала согнуть ноги в коленях, но почувствовала боль в спине, когда попыталась Из-за чего? А, понятно, я уже не так молода, как раньше Хоть в школе на уроках физкультуры приходилось приседать постоянно Теперь я даже сесть могу с трудом Старость не в радость Просто сидеть здесь на корточках целый час будет трудно Поверить не могу Мне придется прятаться в темноте целый час Не слыша ничего, кроме ветра и дождя Как ни странно, в прошлом Нацики заставляла Джессику сделать то же самое Что? Чтобы наказать ее за постоянные вредные привычки преподать ей урок, когда та еще была маленькой Нацики думал, что пребывание в темноте сможет прибудить Джессике желание задуматься над своими ошибками И таким образом она поймет, что было сделано не так Словно меня заставили сделать то же самое Интересная цепочка мысленная Конечно, мы знаем, что Джессика мертва точно, что это подтвердили Если это и есть единственная цель этих пряток Из-за моей наивности, мне кажется, что если его цель заставит меня покаяться, за этот час ничего не произойдет Неопределенность и боязнь его тени сейчас не главное Вдруг кто-нибудь зайдет в эту комнату, откроет шкаф и сделает со мной нечто ужасное Когда я пришла сюда в полной секретности, как и обещала Вот о чем не следует беспокоиться Преступник или его сообщник очень близко Иначе он бы не смог так внимательно следить за мной Не хочется об этом думать, но вполне возможно, что преступник подкупил кого-то из слуг Он спрятал в моей комнате жуткую карту с надписью «Осень» Моя личная комната всегда заперта Такой трюк невозможен без ключа Вместо того, чтобы полагать, что ключ украли, пока слуги не видели Разумнее предположить, что кто-то из слуг одолжил его преступнику От мысли, что таинственный человек смог заглянуть мне в душ По всему телу пробежали мурашки Да, мне нравится осень, но я не говорил об этом Не думаю, что кто-то слышал это от меня Даже мой муж, скорее всего, не сразу бы ответил, если бы я спросил, какое мое любимое время года Нет Только однажды я сказал об этом кое-кому Точно Шанан? Одним осенним днем мне довелось быть в хорошем настроении Я отметил, что осень мое любимое время года Уходит Шанан, либо преступник, либо сообщник Ну так, мы выяснили письмо Но Беатричи доставил Канан Как минимум Так что, в принципе, Штанан может быть тоже где-то задействован, но вполне ожидаемо Я была потрясена и дрожала от гнева И Кинзель однажды сказал, что гнев лучше лекарства от страха и неуверенности Это видно по тем, кто внушает ужас Они всегда первыми выходят из себя Я помню, как он мне сказал это Поэтому я поняла, что гнев признак моего страха Изо всех сил старался оставаться спокойной Ей 16 То есть она с 6 лет работает Однако эта улика жизненно важная Так не знаю, что она в убийствах участвует Мы же тут сейчас не про убийства говорим Возможно, Штанан ненадежна как слуга Но если она его сообщница, тем лучше Бесхарактерная девушка Если я ее запугаю, она мигом выдаст мне имя тайного лидера Я втайне расскажу об этом полиции Это может сильно помочь в аресте преступника Красная Я никому, кроме Шанан, не говорила, что мне нравится осень Это неоспоримое доказательство того, что она работает на преступника Хоть я думала, что время в хавфу задавит меня неопределенностью беспокойством Но фактически дало мне основу для контратаки Я могла бы не заметить, если бы не была сейчас в кромешной тьме Я почти что благодарна преступнику, придумавшему эту глупую игру Мне стало гораздо легче Я все еще не могу гарантировать, что мой муж в безопасности Но я обязательно верну его и заставлю преступника предстать перед судом Я плотно сжила кулаки Крепила свою решимость, чтобы любой ценой не поиграть этот бой В этом момент я вдруг услышала такой звук, будто кто-то хотел силой открыть запертую дверь И мое сердце подскочило Я так и думал Сейчас закроют Это сказал Хидеёши Я услышал тихий голос, но он говорил сам собой До нечести судья по всему из коридора Видимо, я думал, что там заперто и попытался отбереть Но вместо этого заперт Незапертую дверь Снова раздался звук, проворачивающийся у замка И вот дверь со слабым скрипом открылась Что Хидеёши здесь делает? Он вошел после шаги, затем закрыл и заперт с собой дверь Потом он вновь Он вроде бы повесил цепочку Неужели Хидеёши есть тайный лидер? Да нет Или сообщник Он планирует что-то со мной сделать Поправится время, чтобы отпереть дверь С этой стороны уж тем более, чтобы снять цепочку Если Хидеёши не намерен Пускать меня отсюда Он не даст мне достаточно времени на снятие цепочки Тогда, если он отправит в шкаф И видит меня, жалко Присевший здесь Какие страшные слова он скажет? Я не хочу, чтобы меня нашли Не хочу, чтобы меня нашли Умоляю пройти мимо шкафа Продолжая идти к центру комнаты Моя голова была забита пульсирующим звуком Что казалось, будто она сейчас расколется Я уж почти не слышал его громкие шаги Услышав глухой звук С центра комнаты Я наконец поняла, что он прошел мимо шкафа И значительно успокоилась После его шепота раздался глухой стук Наверное, закрывает ставни на окна На всякий случай На всякий случай, если пытаюсь убираться через окно Нет, не может быть Точно Когда я покидал гостиную Все обсуждали возможность взять перерыв В конце концов, произошло несколько убийств И погода плохая Нет ничего странного в том, чтобы отдохнуть в гостевой комнате Вместо возвращения в доме для гостей В таком случае, запирание и закрывание ставен Належащая гарантия безопасности Когда ставни были закрыты Раздался хлоп, словно он повалился на кровать Удивительно, сколько можно поднять по одному звуку В чем дело? Человек из 19-летней даунти задумывал сделать так Чтобы я оказался в одной комнате с Хиде Йоши? Нет, вряд ли Может он и планировал, что я спрячусь здесь Но пришедший отдохнуть Хиде Йоши Скорее всего, выходит за рамки его плана Если так подумать, странно быть в комнате вместе с ним Но это также гарантирует мою безопасность В отличие от его жены, Хиде Йоши С таких людей, с которыми я могу говорить Приди сюда, Ева Было бы сложнее Может мне выйти из шкафа, пока он еще один? Раскрыть ему все И попросить о помощи? Нет Но так моего мужа могут убить Пока его не освободят, мне нельзя делать ничего промечивого Мне выйти и поговорить, или же спрятаться здесь? Застанов от головной боли, закусив нижнюю губу Я поборола желание вылезти отсюда Даже если я поговорю с Хиде Йоши Мне неизвестно, где держат моего мужа Я уверен, что предатель, наблюдающий со мной близко Простой разговор с ним ничего не решит Я подозреваю, что Шанан предатель Но это не доказывает, что годы и остальные таковыми не являются Ничего не выйдет Думаю, все-таки выходить отсюда и признаваться слишком опасно В конце концов, я услышала странный рыдающий голос Чей? Я напряглась дух, пытаясь расслышать странный голос И была потрясена, поняв, что это Хиде Йоши рыдает А, ну да, конечно Ладно Остановимся, наверное, на Этом Нахиде Йоши Пришедшего в комнату с Нацихи Но я ожидал, что что-то типа такого должно произойти Из-за того, что дверь не закрыта, как бы По-любому, кто-то прочекает По-любому, саунд новый Все же, конечно, я с Нацихи, все непонятно Да Да Уж Первый я смогу постримить А второго, опять же, нет Ну, второго я бы и так не стримил Потому что этот день выходной Так что Да, чайки на одну неделю пока это А черт, и седьмого числа будет Меня не будет На Рождество Ну ладно, нет, седьмого числа я, может быть, еще постримлю хотя бы чайки Я, возможно, вернусь позже, но Вернусь До восьми, условно Грубо говоря, с девяти до часа я смогу там постримить чайки Ну ладно, до седьмого числа еще дожить надо Но вот в тридцать первого точно не будет Так что вовожу на перерыв Вынужденной Конец записи Субтитры сделал DimaTorzok